здравствуйте сегодня поговорим о таком заболевании томата открытого грунта хотя она бывает встречается в теплицах как вершинный гниль вершинный гниль наверное видел каждый кто выращивает томаты потому что это нередкое заболевание и поражаются им в основном ранние сорта и выглядит она таким образом на верхушке томата сначала возникает небольшое коричневое пятно потом она расползается расползается вот эта чернота уходит внутрь и томат может сгнить полностью если год влажный то вот в этом пятне начинают образовываться всякие плесени развиваться всякие грибки и плод погибает он к еде не пригоден в чем причин вершины гнили причин несколько основная причина возникновение вершины гнили томатов это недостаток кальция кислая почва засоленная почва содержит мало кальция томат любит почву близкую к нейтральной поэтому обязательно следите за кислотностью почву вовремя и и раскисляйте ученые установили что именно опрыскивание кальциевой селитрой а не внесение под корень приводит к быстрому и лучшему результату еще также страдают томаты вершиной гнилью от недостатка бора также внесение бора опрыскивание бор содержащими препаратами так и такой например как борная кислота или бор вносится в виде микроэлемента под растение также улучшит состояние растения и предотвратит возникновение вершины гнили вообще от вершины гнили растения могут страдать от недостатка любых удобрений но могут страдать также и от его переизбытка поэтому когда вы вносите удобрения под томаты обязательно соблюдайте сроки и нормы внесения которые рекомендует производитель если с года в год на вашем участке томаты поражаются вершиной гнилью во первых смените участок где вы их сажаете если это невозможно проследите какой уровень кислотности вашей почве обязательно заправьте ее удобрениями и лучше с осени и применяйте микробиологические удобрения и вот тогда ваши томаты не будут страдать вершиной гнилью а надеюсь наши советы помогут вам собрать хорошие чистые не больные плоды а ну и